МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тихо! Спасибо. Граждане ремесленники, я предлагаю сейчас вам всем разойтись по своим местам и проверить, не пропало ли еще что-нибудь. Да? Пожалуйста. Внимательно только, хорошо? У меня меч-кладенец пропал. Так ты же его еще утром продал. А, точно. А значки мои никто не брал, в рюкзаке лежали. Эти, что ли? Да. А кукла-то чья? Ой, это моя. Моя, Матильда. А у меня зеленая краска пропала. Интересно, кто же заварил все-таки эту катавасию, а? Сейчас выясним. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О чем задумался? Что с тобой? Ты чего платишь? Очень курика, когда родители не могут найти общего языка с детьми. Почему мы так поздно понимаем, что их надо оценить? Они ведь рано или поздно уходят от нас. Я бы очень хотела поговорить со своим отцом. Но мне даже извиниться есть за что. Но, к сожалению, пусть уже ушел. Ну, ну как, будем искать нашего качка с переломанными ушами? Ну, это просто. Переломанные уши, значит, профессиональный борец. Если участвовал в рэкетах, значит, связан с криминалом. А в «Мавках» найти отсидевшего борца не так сложно. Хорошо. Это куда вы приехали? Хочу тебе показать своего учителя. Познакомить. Отлично, Рещи, Рещи. Молодцы. Супер. Давай, работаем, шевелимся. Кто такой, а? Олег Рудольфович, приветствуем. Какие люди пожаловали! Рад тебя видеть, Олег. Рад тебя видеть. Как оно? Отлично все. Это твоя красавица-жена? Нет. Наш лучший сотрудник Кира Задорожная. Спасибо, Олег Николаевич, но не стоило. Очень приятно. А мне как приятно. Молодец, Олег. Смотри, не упусти. Лучший полицейский должен окружать себя лучшими сотрудниками. Он у нас во всем лучший. Да-да, я в курсе. Я его когда-то отговаривал не уходить в бокс, но это было его решение. Да, было дело. Ладно, рассказывай, зачем пришел. Ищем одного из ваших учеников. Кого именно? Он отсидел. Были такие? Да, было таких трое. Катов, Генкин и Урумал. Точно. Теперь, пожалуйста, вспомните, опять же, внимательно, не отлучались ли вы куда-нибудь со своих мест? Я отходил. Квасу попить. Спасибо. А я мелочи наменять. А я, простите, в туалет выходил. Да все отходили хотя бы на минуту. Я целый день не отходила. У меня проблемы с ногами ходить тяжело. Вот я здесь и просидела. А у вас что-то пропало? Нет, не пропало. У меня нашлась ваша кукла. А, пожалуйста, вспомните, кто к вам подходил в течение дня? Да тут много народу ходит разного. Внук мой Колька приходил, бутерброды приносил и все. А вы не расскажете, где найти можно сейчас вашего внука? Да кто его знает, где его сейчас можно найти? Не знаю. Вот здесь, на поляне с дружками крутился. Полчаса назад его видела. А где, можете показать? Вон там вот. Я сейчас, давай. Отправила всех троих Латкину. Будем ждать. Уже ответил. Последний. Аслану Руму? Это он приходил к Морозову и Латкину? Да, это он работает с охранником в компании Стаса Овчаренко. Как успел пробить? Отправила запрос с коллегом, заранее, всех троих. Получается, он делал это для Шинкара. И Шинкар, он не мог не знать, что делает его правая рука. Я предлагаю разрабатывать Стаса. У меня даже есть идея на его счет. Согласен. Ладно, уже завтра все. Я тороплюсь. Молодец. До завтра. До завтра. Пожалуй, мне тоже пора домой. А я отсюда, вот сюда. Я еще отсюда, сюда, когда переносил, меня вообще никто не заметил. Меня тоже не заметил, когда я оттуда-туда переносил, только еще смешно кричали «Украли! Украли!» Молодцы! Неплохой план. Только башмаки с рельефной подошвы были перебором. Могли попасться, когда брали или когда назад возвращали. Дядя, дядя, а вы из полиции, да? Угу. Угадал. Ну, давайте, рассказывайте. Зачем торговцев взбудоражили, м? Мы просто фильм посмотрели. Какой? Про аферистов. И? Мы решили сами не стать. Ух ты! А вы в курсе, что всех аферистов рано или поздно сажают в тюрьму? Ну, мы же не по-настоящему вещи крали. Мы их просто в другие места перекладывали. Зачем? Потому что воровать плохо. Надо же! Какие нынче разумные аферисты пошли. Только вот впредь смотрите хорошие фильмы. Про героев хороших, положительных. А так все, браточки. Срок у вас нарисовался. Встать! Мы уже не специально. Руки за спину. Берет шагом марш. Жулики-бандиты. Я буду приезжать к тебе каждые выходные. Обещаешь? Обещаю. Я очень тебя люблю. Слышишь? И я тебя. Можно я с папой поговорю? Да. Сейчас. Я хочу извинить за то, что я вас сбросила. Я не держу зла. Спасибо. И Таня – очень хороший отец. Спасибо. По-другому быть не может. Я очень сильно люблю. Удачи тебе на работе. В столице. Удачи тебе на работе. Спасибо. Пожалуйста. Я тебе позвоню. Пока. 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 Не грусти, дочь. Она же приезжать к тебе будет. Я знаю. Я не из-за этого грущу. А из-за чего? Из-за того, что тебя обидел. Когда это? Ну, когда я сказала, что с мамой хочу жить. Я не обиделся, Таня. Правда? И Киру я тоже обидела. Так, дочь, давай договоримся. Перестань себя корить. Договорились? Хорошо? Да. Ты у меня самая лучшая дочь в мире. Что тебе и будет. Не мой, мы еще несовершеннолетние. Мне вообще бы тебе голову оторвет, если узнает. Олег Рудольфович, ну, только вы с ними помягче как-то. Как-никак, дети. Даже и не думай, как в пословице говорится. Розга ум вострит. Что такое розга? Значит, выпарят. Сальто делать умеете? А стойку на руках? Неа. Неа. А за девочку заступиться? Старушке помочь? Тоже неа. Значит, так. Теперь порядок такой. Утром зарядка. Потом школа. А после школы ко мне. Знаете, где зал? За парком. Там мой старший брат на дзюдо ходит. Нас не примут. Мы еще маленькие. А хотите? Значит, примут. Если хотите. Ну что, все понятно? Свободны. Спасибо. Пап, можно я к Коле в гости схожу? Так поздно уже. Ну, я всего на сорок минут. Мы на высере волшебниц зазеркалья. Посмотрим, все. Хорошо. Тогда потом сразу домой. Спасибо. Пока. Сразу домой потом. Сразу домой. Да, была сня. Кира, беда. Что случилось? Срочно приезжай. Что случилось? Тань. Алло. Олег, возьми трубку. Олег, возьми. Что случилось? Это в смысле? Таня позвонила 20 минут назад. Сказала, что у вас какая-то беда. Попросила приехать. Ты почему, почему трубки не берешь? Это я в душе был. Я не слышал. А где Таня? Она вообще недоступна. Ты не один, что ли? Таня решила нас, похоже, помирить. Мила. Может, присядем там? Да нет, поеду. Кира, хотел извиниться. Ты права была, я вела себя, как свинья. Я переживал за Таню, понимаешь? Я все понимаю. Может? Нет. Я все решила. Спокойной ночи. Саша, это перспективный проект. Хорошие ребята. У них технологии. Себестоимость уменьшается в три раза. А мы можем выступить с хорошим предложением. Я знаю. Знаю. Но у меня денег на четверть нет. Даже начинать не стоит. Тем более здесь. Саша, послушай. Съедят. Начинаем сезон охоты на Стаса Овчаренко. Извини. Да, алло. Сашенька, привет. Ох. Кир, привет. Сто лет тебя не слышал. Говорили, ты уехала из столицы. Ну, есть немного. Но скоро уже вернусь. Как дела? Как бизнес? Ну, как дела? Бывало и лучше. Есть один интересный проект. Но денег, как всегда, в обрез. Нужен соинвестор? Соинвестор? Соинвестор. Алло. Ты еще здесь? Ты чего завис? Кто из нас бизнесмен? Давай принимай решение. Тебе нужен ответственный, грамотный партнер, который точно никогда не подведет? Такой соинвестор, конечно, мне нужен, но вот только вопрос, где его найти? Кир, а ты сейчас не про себя? Потому что, если что, я готов. А я готова обсуждать. Только мне взамен нужна одна услуга. Я с удовольствием, с удовольствием. Только давай я поставлю тебя на громкую связь, я с партнером. Ну, значит, слушайте. Войдите. Виктор Владимирович, здравствуйте. Александр Потап. Здравствуйте. Разговаривал сегодня утром с вашим секретарем. Можно? Прошу. Да, мне докладывали. Хотите участвовать в тендере на строительство супермаркета в Мавку? Совершенно верно. Я всех местных засрочков в лицо знаю. Вы откуда? Из столицы. Вот мой бизнес-предложение. Знакомьтесь, пожалуйста. Из столицы. Прекрасно. Нам нужна свежая кровь. Честная конкуренция – это залог к процветанию нашего города. Совершенно с вами согласен. Хорошая цена предлагается. Откуда такие ресурсы? Дело не в ресурсах. Мы активно используем при строительстве современной технологии. И не гонимся за прибылью. Для нас гораздо важнее заявить о себе в регионах. Ну что ж, заявляйтесь. Я почти уверен в вашей победе. Спасибо. Всего доброго. Счастливо. Ого. Здравствуйте. Здрасте. Надо поговорить. По поводу? По поводу строительства. А. Проходите. Александр? Да. Александр, извольте. Тут человек. По поводу строительства. Строительства. Мы вас внимательно слушаем. Если вы хотите выиграть тендер, придется раскошелиться. Игорь, к нам пришел настоящий рэкетир. Я-то думал, что девяностые закончились, а они... Вот. Я ведь могу и по-плохому объяснить. Спокойно. Давайте ближе к делу. Теперь внимательно. Если ваше начальство хочет что-то с нами обсудить, пусть приходят и обсуждают лично. Ты все понял? Немноговато ли чести тебе будет? Ч-ч-ч-ч. Извините. Одну секунду. Алло. Полиция, здравствуйте. У нас в номере неизвестный человек. Простите, как ваша фамилия? Кира, они клюнули. Чуть не убил их. Кого? Молокососов этих. Представляешь, они начальство требуют. Фу, начальство? Они что, на танках приехали? Кто они вообще такие? Идиоты непуганые. Борзота малолетняя. Я имею в виду, ты их вообще пробивал? Строят там по мелочи. В столице пилочкой. У одного папаша был застройщиком. Дуба дал недавно. С... Не переживай, Аслан. Я порешаю. Очень приятно общаться с коллегами, особенно новыми. Спасибо. Взаимно. Скажите, вы давно на местном рынке? Прилично. Застраивай мавки по мере возможностей, но они не безграничны. Поэтому местная власть, как правило, приветствует появление новых застройщиков. Хотя они обходятся без некоторых местных провинциальных особенностей. Хотите выиграть тендер? Нужно кое-кому занести кое-что в клювике. Честно говоря, мне само это ужасно доело. Хочется наконец-то пожить в нормальном цивилизованном мире, но приходится работать с тем, что имеем наличие. Мы же не против заплатить. Правило есть правило. Мы все понимаем. Скажи, Игорь. Да, факт. Я рад, что мы нашли с вами общий язык. Вот сумма. Не вопрос. Отлично. Когда вы готовы занести аванс 50%? Ну что, без аванса вы нам не доверяете? Да я-то что? Вот недавно переехали такие же. Мы их пустили в город. Они обещали все делать красиво, но уехали и не заплатили. Какая непорядочность? Вот и я о том же. Но, к счастью, Бог есть на небе. И каждому воздаст по делам их. Не прошло и месяца, каких стройка сгорела. Печальный случай. Ну что ж, я предлагаю подняться к нам в номер. Там мы заплатим аванс. Налички что ли? Да. Ух ты. Понимаете, дело в том, что мы пытаемся вести бизнес максимально прозрачно. Никаких левых переводов, офшоров и прочей ерунды. Логовики нынче лютые. Не то слово. Ну что ж, если вы готовы, прошу. Прекрасно. Пойдемте. Прошу. Аванс. Здесь больше, чем пятьдесят процентов. Молиция в твоей домашке осталась на месте. Не двигаться. Гражданин Овчевенко. Я. Вы задержаны по подозрению в вымогательстве взятки. Все равно же отпустите. Только и зря время тратите. Довели его. Пойдем. Спасибо, ребят. Послушайте, это какая-то ерунда. Решили зайти с коллегами в ресторан, покушать. Они из столицы приехали. Думал, нормальные ребята. А они вон как решили конкурента подставить. Забавно, правда? Когда вы готовы внести аванс, пятьдесят процентов. А что, без аванса вы нам не доверите? Да я-то что. Вот недавно приехали такие же. Мы их пустили в город. Они обещали все делать красиво, но не заплатили. Все, все, все. Признаю, прижали вы меня. Да. Я вымогал у них взятку. И как вы собирались помочь коллегам? Да никак. Они все равно бы выиграли любой тендер. Сто процентов. Вот я и решил их взять на понт и сурбить денег по-легкому. Кто вас прикрывал? Не понимаю, к чему вы клоните. Только ничего у вас не получится. Сажайте меня. За вымогательство. Эту сволочь так не расколоть. Идея есть? Тебе не нравились мои идеи всегда? Майор Кравченко? Да. Отдел по борьбе с коррупцией. С этой минуты мы ведем дело Овчаренко. В смысле? Мне не обеждано перед вами отчитываться. Я уже объяснял вашим предыдущим коллегам, следователям. Я очень тяжело и много работаю. А тут такая халява подвернулась. Ну... Ты издеваешься? Ты хочешь ударить меня? Ну давай, бей. Может зло с нами сорвешь. Только знай, на будет встретимся один-один, и тебе порву, как тут же таки нет. Понял? Понял? Здравствуйте, думаете? Нет, нет, вы что? Не советуем. Нет. У меня есть план. Давайте обсудим. Девушка, нам ваша помощь не потребуется. Уверен? Вы сначала поговорите по телефону, а потом спокойно все обсудим. Да, товарищ генерал. Так точно. Ну да. Слушаюсь. Понял. Что понял? Он попросил прислушаться к вашим предложениям. Сам долго привыкал к ее фокусу. Ну так что, господа, готовы меня выслушать? Теперь да. Слушаем. Значит так. Идем пить кофе. Так что у вас, девушка, за план? Не-не, так не пойдет. Сначала вы расскажите, зачем вам Стасовичеренко. Мы расследуем убийство мэра Андриенко. Откуда вы уверены, что это убийство? Неделю назад к нам обратился Андриенко и сообщил, что у него есть какая-то важная информация по поводу одного из подчиненных. Кого именно? Он не сообщил. Мэр был приглашен в столицу для обстоятельного разговора, но накануне отъезда утонул. Забавное совпадение. Так что там за план? Что ты меня заказала? Да пошел ты! Говори, тварь! Шингар! Не может быть. Настоящий хозяин нашей компании Шингар. А я всего лишь ширму, прикрытие. Выполнял его приказы. Зачем ему все это? У него куча денег, и власти достаточно. Как зачем? Как зачем? Он хочет все контролировать в этом городе. А деньги, денег же много не бывает. Правда. Ну как же не брать деньги у заезжих коммерсов, которые так готовы платить? А где он хранит эти деньги? А, на этих, на зарубежных счетах. Они все оформлены на подставных лиц. И на гражданскую жену тоже, Веру Линник? Да. Да, и на нее тоже. Зачем он ее отправил в психушку? Ну, мы обсуждали, как наказать двух упрямых застройщиков, которые не хотели платить. Она подслушала. Случайно. Потом дура сказала, что пойдет в полицию. Вот Шингар ей и упрятал психушку к этому доктору, чтобы не полтавил лишнего. Гражданин Вичеренко, на своих показаниях вы не отметили роль Шингара в убийстве мэра Андриенко? Как, Андрей, а мне по этому ничего неизвестно? Как неизвестно? А вот так неизвестно. Коммерсов в семи лет, да, было. А в нам вокруг я не подписывался, нет. Там на двери открыто, машины нет. Это майор Кравченко, даю ориентировку на машину. Вера. Вера, здравствуйте. А где ваш муж? Виктор. Он уехал. Куда? Он мне не сказал. Вера Игнатьевна, теперь вы в полной безопасности. Если хотите дать показания против Виктора Шингара, не бойтесь. Мы вас защитим. Виктор сказал, чтобы я не волновалась и принимала лекарства. Вы что, ну видите, что она сейчас не в состоянии давать показания? Давайте пройдет полноценное лечение, а потом вы с ней поговорите. Кира, машину Шингара затекли, поехали. Нет, я отвезу Веру в государственную клинику. Хорошо, ладно, погнали. В доме никого нет. Где Шингар? Понятия не имею. Хотите сесть за укрывательство преступника? Я правда ничего не знаю. Час назад он мне сказал, чтобы я сел в машину и ехал в столицу как можно скорее. Больше мне ничего не известно. Так вы и здесь работаете? Да, совершенно верно. Городская психиатрическая лечебница – это мое основное место работы. Ну что ж, значит, вам не надо объяснять, кто такая Вера Ленинг. Я изучил ее историю. Это еще один сфабрикованный диагноз. Но вы же сможете помочь ей? Сделаю все возможное. Но для лечения потребуется время. Дело в том, что ее психике был нанесен очень мощный урон. Да-да, конечно, мы все понимаем. Но в любом случае, спасибо. Не за что, это моя работа. До свидания. До свидания. Да, Олег. Алло, мы остановили машину Шингара. Там только водитель. Есть идея, где его искать? Есть идея. У него есть внедорожник. Он прячет его в деревне. Километров тридцать от мамок. Полезнее. Думаешь, лесом поедет? Ну, конечно. Он же понимает, что мы объявим план перехват. По обычным дорогам точно не поедет. Ладно, мы едем. Будь осторожна. Погнали. Стоять! Выйти из машины. Далеко собрались. Как же вы могли, Виктор Владимирович? Девя, родная. Просто ты многого не знаешь. Я уже все знаю. Нет! Нет! Умогите! Виктор Владимирович! Виктор, ты в порядке! Тихо, 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 закрывайте глаза. Скорую, скорую срочно. Тихо, тихо. Откройте глаза, Виктор Владимирович! Откройте глаза! Я иду. Я иду. Ты не переживай, это так. Ежедневник Шинкара. Я не понимаю, почему он так поступил? Закрыл тебя от пули? Врачи обещали вытащить. Хоть состояние тяжелое, но скоро сама задашь ему этот вопрос. Угу. Смотри. Елена Мартынова, телефончик. Получается, он знал нашу студентку. Получается, что знал. Я уже ничем ему не удивляюсь. Поехали. Продолжайте искать, ребят. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. У вас есть два варианта. Либо нам рассказывать все, как было, либо мы сообщаем вашим родителям. На самом деле, я часто приезжала к Андриенко. Акшен-кару? К нему тоже. Что произошло в последний раз? Я заранее знала, что буду ехать к мэру. И за день до этого ко мне подошел один человек. Мужчина такой, грустный, с переломными ушами. И он начал меня шантажировать. Сказал, что... Мне нужно напоить мэра, иначе он опозорит меня перед всем городом. И вы согласились? Я напоила Андриенко так, что он... он даже двигаться не мог. Потом... потом упустила этого человека, он его куда-то отнес. А когда я вернулся, я сказала, что... Что мэр мертв. И я являюсь соучастницей преступления. Скажите, что теперь со мной будет? Суд решит. Дорогу, которую вы выбрали, рано или поздно привела бы в тупик. Понимаете? Я рад, что ты пришла. Здравствуйте. Мы можем поговорить на единое? Да, конечно. Как самочувствие? Как самочувствие? Снослие. Я рада. Спасибо за то, что спас мне жизнь. Не понимаю только, почему ты это сделал. Я не знаю, понравится тебе это или нет. Но ты моя дочь. Что? Я это понял сразу, когда я тебя увидел. Взял образец твоего ДНК и совпадение девяносто девять процентов. Ты хочешь сказать, что... Моя мама? Я тебе уже рассказывал. Ты параллельно вел бизнес с моим отцом. А ты... Понимаешь, жизнь сложная штука. Я любил Кристину, а она не хотела уходить от твоего отца. Ты поэтому ее убил? Нет, конечно. Нас заказали всех троих. Она оказалась в той машине, которую стреляю. Одна. Я всю жизнь жалел об этом. А потом я нашел заказчика и киллера. Взорвал вместе с заказчиками. Кто убил Вадима Ледовского? Мой помощник Стас. По твоему приказу? Я не приказывал никого убивать. Я просто приказал замять дева. Здесь все про убийство Ледовского. Ты чудовище. Ты что, не понимаешь, что ты делаешь? Здесь тебе не дикий запад. Ситуация вышла из-под контроля. Этот ментеныш Ледовский заладил, как робот. Я деньги не беру, я деньги не беру. Я хотел его просто пугнуть. Если проболтаешься, я племяшку твою закопаю так, что до ядра земли будешь искать, до самой магмы. А он ствол вытащил. Сам знаешь, кто кого. Не повезло, ментенышу. Don't panic, как говорит вероятный противник. Без паники. Без паники. Любови. Без паники. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кира, зайди ко мне, там акты подписать надо. Угу. Да. Ты все-таки уезжаешь? Все-таки, да. Кира, останься в паршюте. Моя стажировка окончена. Кир. Пожалуйста, мне и так паршиво. Что это? Это прощальная вечеринка. Протеиновый? Да. Вот. Спасибо. Ну, и если вдруг надумаешь вернуться, мы всегда рады. Вот. Стол я охранять буду лично. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо, Кира, ты настоящий профессионал. Ура. 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 Хм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кир, проходи. Знакомьтесь, это твой стажер. Очень перспективный. Надеюсь, сработаетесь. Начальник отдела хочет быть стажером. Разрешите? Идите, работайте. До встречи. Что ты здесь делаешь? Живу уже две недели как. А, то есть, прямо вместе с Таней переехали? Ну, давно надо было что-то менять в жизнь. Решился, наконец. Как думаешь, сработаемся? Хорошо. Раньше уже срабатывались? Субтитры сделал DimaTorzok